Всем привет! Привет, друзья! Тема коронавируса, к сожалению, набирает и набирает обороты. Я спрашивала у себя в Instagram Stories, интересно ли вам, чтобы мы снимали апдейты, рассказывали, что происходит в Германии и, возможно, в Европе вообще. 90% ответила, что да. Поэтому сегодня мы расскажем о том, что происходит в данный момент, о чем говорят в новостях и какова вообще ситуация, каково нам жить в Берлине. Конечно, сейчас каждое утро начинается с того, что листаешь в страничку новостей и все, корона, 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 новости из Германии, из ближайших стран. С важного и последнего. На днях Ангела Меркель провела пресс-конференцию вместе с министром здравоохранения и заявила, что до 70% населения Германии будет наиболее вероятно, что будет заражено коронавирусом. И какие же меры предпринимает правительство Германии? В первую очередь сейчас действительно объявляется карантин. Пока он не настолько повсеместный, как, например, в Италии, что люди не могут выходить из дома, закрыты бизнесы. Но, тем не менее, тоже все больше и больше школ и детских садов закрывается. Утром 13 марта было объявлено, что с понедельника 16 марта большое количество школ и детских садов Берлина будут закрыты на двухнедельный карантин. Фирмы начали отпускать сотрудников домой, чтобы работать из дома. А в Мюнхене, например, и в Гамбурге карантин уже действует и достаточно давно. В принципе, цель в том, чтобы растянуть и немножечко отсрочить проблему, потому что, по большому счету, когда вирус уже есть в стране, уже заболевшие контактировали с огромным количеством других людей. Например, вот на днях была статистика, что в Берлине 80 человек заболело, и у них было 1600 контактов. То есть вы понимаете, что карантин это такая как бы полумера. Кто-то окажется дома, кто-то не окажется. И это не абизон, никто это проверять не будет. То есть здесь нет, например, как в Израиле, уголовной ответственности за несоблюдение карантина. Просто человеку рекомендуют остаться дома, сидеть, есть свои макароны с чипсами, смотреть Netflix и не вылезать. Но, разумеется, полностью приостановить распространение вируса невозможно. В каком-то смысле это действительно такое оттягивание. И все слова про то, что нужно выгадать время и про долгосрочность решения этой проблемы. Канцлер заявил, что речь идет о том вирусе, о котором мы мало знаем, от которого нет вакцины и нет терапии. На мой взгляд, это немножко странно. Это, конечно, не замалчивание проблемы и разговор о том, что ее вообще не существует, и в этой стране заболело всего 2-3, не знаю, 10 человек. Дело в том, что я считаю, что эти меры – это какая-то только отсрочка некоторой проблемы. Скажем так, вместо того, чтобы изучать быстрее вирус, и вместо того, чтобы быстрее разрабатывать вакцину, Меркель заявляет о том, что мы ничего о нем не знаем, давайте сидеть дома, мыть руки с мылом. Не знаю, что там обычно здесь еще врачи говорят. А, пить чай с малиной и с лимоном. Что-то в этом роде. В данный момент из реальных рекомендаций, которые вывешиваются в офисах, которые пропагандируются в СМИ, это действительно мыть руки с мылом, избегать социальных контактов, и также сейчас под запретом общественные публичные мероприятия на тысячу и более человек, но менее тысячи тоже типа не поддерживается. Однако все же что-то делается для того, чтобы задержать распространение вируса, и это не проведение массовых мероприятий и закрытие, например, такого популярного клуба, как Бергхайн. Да, между прочим, для некоторых это стало просто шоком и почище, чем отмена, например, туристической выставки, о которой мы говорили в прошлом выпуске, потому что Бергхайн – это просто символ Берлина. Люди сюда съезжались послушать техно, оторваться именно в этом клубе. Это действительно знаковое культовое место, и для многих сейчас просто что? Ну, просто люди не могут даже осознать это. Но, с другой стороны, действительно, это не такая уж и плохая мера, потому что там очень тесные контакты, там много народу, закрытое, без окон помещение, и, в общем-то, наверное, это то, что сейчас правильно. Да, конечно, как мы тоже говорили с экономической точки зрения, вирус, естественно, бьет по экономике, это уже сказали все, но при этом некоторые меры предпринимаются, и я думаю, что это правильно. Действительно, надо отменять массовые мероприятия, какие-то сборища, и избегать по возможности каких-то выходов, если они не необходимы. Понятно, что сейчас проблема коронавируса касается каждого, и здесь как-то глупо говорить о границах, о отдельных странах, Китай, не Китай, и многие, кто до этого пытался как-то себя успокаивать тем, что это где-то там, далеко, если проблема не у тебя прямо дома, то вроде бы как ее нету, но сейчас это стала общая проблема всего населения, почему уже реально говорят о пандемии, потому что это очень глобальная проблема. И людей, естественно, беспокоят в основном не экономические моменты, а проблемы здоровья, здоровье себя, собственное свое, своей семьи, близких, вот этот страх, страх того, что этот вирус по-настоящему уносит жизни. И, конечно, когда смотришь эту статистику, постоянно видишь, что кто-то умер. То есть не просто люди заболели, легко переболели, да, конечно, многие уже выписаны из больницы, выздоровели, но есть и летальные исходы. Но когда читаешь эти статьи, когда смотришь повнимательнее, выясняется, что в основном, конечно же, умирают от этого вируса люди очень пожилого возраста, люди, у которых уже были какие-то заболевания. Конечно же, взрослые, в принципе, переносят его тяжелее. Дети либо не болеют вообще, либо болеют в очень легкой форме. И о чем говорит правительство, да, что заболеет 60-70% населения, но это не значит, что эти люди все от вируса умрут. То есть, скорее всего, большинство перенесет в легкой и средней форме, выздоровеет, приобретет иммунитет и будет спокойно жить дальше. В больнице в городах готовы. Врачи экипированы защитными средствами защиты, костюмами, масками и прочим. Готовы баллоны с кислородом для заболевших. И вышло указание переносить плановые операции на более поздние сроки. То есть, конечно, для некоторых людей приоритет коронавируса тоже может стать большим минусом, потому что, не дай бог, человеку сейчас ждать какую-то операцию, и вот, честно, не дай бог, сейчас рожать. Я очень рада, что родила в прошлом году, потому что сейчас просто все внимание будет нацелено на поиск этого коронавируса. Есть он, нет его. И, конечно, все боятся, что больницы будут переполнены, не только инфекционные отделения, но, видимо, и все, что только можно будет использовать. Но, действительно, все силы сейчас брошены на лечение, на выздоровление и на поддержание здоровья нации, населения Германии. Ну, ты понимаешь, что группа риска на самом деле несколько. То есть, получается, это пожилые люди, которых вот зарегистрировали сейчас три смерти зарегистрированы в Германии. Это все люди пожилые, скажем так, 70+. Но группа риска – это люди с хроническими заболеваниями, это дети с хроническими заболеваниями, это люди с иммунодефицитом и другими такими тяжелыми, скажем так, заболеваниями, которые постоянно требуются медикаментозное лечение. И, следовательно, если больницы наводнят больные с коронавирусом, мало того, что этот вирус может распространяться, несмотря на все меры, которые принимают больницы, так еще и люди могут недополучать лечение свое. Вот это плохо. Конечно, сейчас уже многие говорят о том, что Германия и вообще Европа, скажем так, по-русски, прошляпила тот момент, когда надо было закрывать границы, когда надо было уже не пускать китайские самолеты, когда уже пошли первые звоночки, что там есть вирус. И почему, например, смогли уберечься в соседней с Китаем страны – Вьетнам, Тайвань, Таиланд? Они сразу же, они уже научились на предыдущих эпидемиях, потому что за последние 20 лет у них было три крупные эпидемии, и они научились сразу закрывать свои границы, сразу защищаться. То есть, ну вот, что быть такими добренькими? Давайте все к нам, везите вирус к нам, а потом мы как-то будем там умирать, не умирать, но пытаться с ним бороться. Это действительно совершенно неразумно и нелогично. Лучше сразу просто было не пускать китайские самолеты, и, возможно, тогда случаи были бы такие же единичные. Потому что сейчас вот в азиатских странах, в соседях Китая, 30 случаев, а в Германии уже 3000 случаев. Конечно, негатив вызывает еще то, что рейсы отменяются, потому что из Германии, например, не пускают рейсы, кроме Аэрофлота, в Россию. Другие страны тоже не пускают к себе рейсы из Германии. Большинство людей начинает, естественно, переживать по этому поводу. У них пропадают деньги за уже купленные туры и билеты. И, кстати, не факт, что они еще будут возвращены дальше. Сейчас народ начинает гуглить информацию по поводу того, а как же ехать на машине, как, куда, где, какие дороги, какие варианты перехода границ и прочее, что с этим связано. И из недавнего знакомые застряли в Андорре. У них куплен, они полетели, у них куплен чартерный рейс обратно, и теперь непонятно. У них улет из Барселоны. Да, именно. Барселона – это самый рассадник как раз. Именно, вылет из Барселоны чартерным рейсом, и теперь как они будут оттуда выбираться, ну, это загадка. То есть, действительно, это бьет по обычным людям, отменяются командировки, отменяются туристические поездки, и ты в таком подвешенном состоянии, ты не знаешь вообще, куда ты полетишь, куда ты не полетишь. Будут ли открыты границы, будут ли принимать самолеты из Германии, или будет двухнедельный карантин обязателен. А, соответственно, ну, сами понимаете, что это за отдых, если ты прилетел, и как вообще проводить там время в карантине. В общем, это все полный бред. Это действительно сейчас беспокоит людей, и это очень сильно бьет по сфере туризма. Мы действительно уже в прошлом видео об этом говорили, но становится только хуже, и сейчас можно только, скажем так, фантазировать, домыслы какие-то строить, как будет, будет лучше, будет хуже. В Италии, как известно, сейчас вообще запрещены передвижения даже внутри страны без острой необходимости. Так что, кто знает, может быть, здесь тоже в апреле скажут, что даже по Германии нельзя передвигаться. А может быть, станет тепло, сухо, и эпидемия пройдет. Ситуация на полках магазинов, в принципе, не меняется. То же самое в большинстве магазинов полки с вещами, скажем так, первой необходимости пустые стопроцентно. В некоторых магазинах, конечно, все в изобилии, но это магазины на вокзалах, которым я предполагаю, что просто-напросто все продукты и прочее все то, что необходимо, подвозят каждый день, в отличие от обычного магазина. Людей на улицах я встречаю с баулами, или как это назвать, сумками с туалетной бумагой, санитайзерами, если удалось где-то купить. Люди в метро постоянно пользуются санитайзером. Люди, кто едет обычным поездом городским, городского метро, Убаном или Эсбаном, постоянно, я вижу, чуть ли не на каждой станции, они друг к другу выдавливают санитайзер и моют руки. Кстати, по моему личному опыту, я была на неделе в супермаркете, на полке вернулись продукты, которые исчезали до этого, то есть мука, макароны, то, что я снимала для сторис, и кто-то написал, что вы разводите панику. Нет, у меня нет цели разводить панику. Я снимаю то, что я вижу, действительно этого не было. Кто-то писал, что зависит от района, в центре все есть, на окраинах нет. Нет, тоже не так. Точно так же в самом центре города, в самый район Митте, Потсдамерплац, тоже этих продуктов в какой-то момент не было. И до сих пор нету санитайзеров, нету туалетной бумаги и салфеток. И это и смешно, и грустно, что почему-то немцы решили первым делом запастись именно туалетной бумагой. Действительно, сейчас каждый второй на улице бежит с этими упаковками под мышкой, потому что они, видимо, думают, что это то, что им точно будет необходимо все две недели. И висят в магазинах таблички, что не беспокойтесь, подвоз будет. Что касается санитайзеров, то таблички говорят абсолютно другое, как раз то, что в связи с настоящей ситуацией подвоза не будет, просто этих товаров нету в наличии. Все. Хорошо, что я запасливая, у меня с давних пор уже есть такой вот приличный санитайзер. Я его вожу с собой, протираю руки, протираю руль поверхности в автомобиле. Ну, я проверил наличие масок для покраски стен, например. Ну, такие улучшенные маски. В магазине висит табличка, что, извините, на складе все закончилось, подвезем. Я сама предложила. Я послушала у врачей, что нужны не просто медицинские маски, а нужны вот такие, которые не пропускают респираторы. Именно строительные маски. Я подумала, что, может быть, еще пока люди не догадались, но, к сожалению, уже все догадались, тоже не спутили. Догадались. Мое наблюдение в последнее время это в аптеке обычная маска, как такая же, на которой мы сидели в прошлом выпуске. Угадайте стоимость. Пробуем, угадаем. Нет, не угадаем. 40 евро за одну штуку. Это была обычная маска. Я думала, там какая-то особенная. Обычная маска. И мне, кстати, уже говорили, что вот эти маленькие санитайзеры продаются на ebay типа по 30-40 евро. Также, в целом, если рассматривать жизнь в городе, то можно сказать, что она идет своим чередом, все как обычно, но такое ощущение, что все-таки стало меньше народу на улицах. Например, даже мы гуляли на детских площадках. И все-таки кажется, что как-то люди больше сидят по домам, не высовываются лишний раз. Сейчас мы, например, находимся на одной из детских площадок, и, как вы видите, здесь кроме нас нет никого. Конечно, можно предположить, что это совпадение, что сейчас не самое прогулочное время, потому что уже почти что 5 часов вечера. Но все-таки обычно на площадках дети практически весь день. Мы прошлись уже по нескольким площадкам, они все пустые. То есть явно люди сидят дома и боятся лишний раз вылезать. Здесь даже указаны официальные игровые часы с 9 до 13 и с 15 до 19. Что ж, друзья, ситуация на данный момент выглядит, конечно же, несколько расплывчато. Будем наблюдать, будем стараться следить за всем, что происходит, и расскажем вам. Спасибо большое, что вы посмотрели этот ролик. Встретимся в наших следующих апдейтах. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok